Времена, когда Амур собирал полную платину-марену, ушли в прошлое вместе с положительными результатами команды. Два домашних поражения подряд от Салавата и Улаева добавили зияющих дыр на трибунах. Хотя, по словам главного тренера Хабаровчан Юрия Леонова, именно сейчас его парням как никогда необходима поддержка. В жизни все бывает по-разному. Бывает хорошее, бывает и белое, и черное. Хотелось бы, чтобы именно поддержка нужна тогда, когда тяжело, когда тяжело команде. В данный момент, сегодня было очень тяжело. Амур пропустил уже на шестой минуте. Большинство реализовал форвард сборной России Сергей Широков. На этом голевая программа первого периода завершилась. Зато после перерыва омские ястребы заметно звинтили темп игры. Это была, пожалуй, наша лучшая встреча. Сначала соперник был сконцентрирован, но потом, когда мы начали играть в большинстве, ситуация изменилась. После этого пошли голы. Обескровленная травмами игроков оборона Амура раз за разом допускала ошибки. На 23-й минуте никто из хабаровчан не решился помешать Евгению Мозыру совершить сольный проход к воротам Сергея Борисова. Единственная победа Амура над «Авангардом» случилась в этот вечер в кулачном поединке между Михаилом Фисенко и Валерием Васильевым. Драка заметно оживила поникших болельщиков, а вот игроки Амура их почин не поддержали. На 33-й минуте Широков забивал как на тренировке. От четвертой шайбы Синебелых на время спас капитана мячей Сергей Калинин, не реализовавший булит. Но еще до перерыва очередную атаку гостей завершил Николай Лемтюгов. В третьем периоде хабаровчане окончательно расклеились, не сумев создать у ворот гостей ничего вразумительного. Итог 0-4. Амур вновь не смог набрать очки. «Авангард» это мастеровитая команда, но за счет желания и самодачи их можно обыгрывать. И я надеюсь, завтра именно за счет этого мы сможем взять реванш. Проверить это хабаровские болельщики смогут уже сегодня. В 19.00 в Платинум-арене Амур вновь принимает «Авангард». Роман Игнатик, Денис Афонов, Вести Спорт.